Когда обязанность служить огнями, вот и вся эта послойка начинает курвиться и превращаться из слух народа, наоборот, в узурпаторов. Когда это придается в лоно следствия, то есть, и, соответственно, он начинает... Тут тоже есть нюансы. Не, я хотел другое сказать. Это отдельная тема, а вот просто спора термина. Социалист хорошо или плохо, коммунизм хорошо или плохо. Я абсолютно спокойно отношусь к людям, которые называются коммунистами. Даже большевики тут сложнее. А вот человек, который коммунист, у меня никакого нет отрицания, отторжения. Точно так же, который социалистом себя называет. Ну, возьмем две темы. Это союз советских состатистических республик. То есть, они уже разорвали... Стоп, подожди. СССР, это моя рука. Это моя. Ну, смотри, была единая империя. Разорвали на куски. Это первое. Ну, во-вторых, разделили единый народ. И те люди, наши отцы и деды, нашу страну не спасли. Позволили разорвать на части. Я согласен. Ну, смотри, была Российская империя. Единое государство. Был единый русский народ. Великороссы, малороссы, белороссы. Коммунисты. Космополиты. Космополиты именно. Что они сделали? Не русская партия, которая появилась, а именно такая... Одной хитрой интернете. Они что сделали? Они разделили единый русский народ на украинцев, белорусов и русских. По сути, были проведены национальные границы. Не, не, подожди, подожди. Они... Новый узаконный... Они разорвали страну и шили грубыми нитками. Подожди. И они шили грубыми нитками. Назвали русский народ, русскую нацию новой словом. Совет все... Все, все советские. Понимаешь, из-за чего? Потому что якобы был русский шовинизм. То есть это убивали русское самосознание. И вот когда они шили грубыми нитками республики, эти вот нитки начали рваться в конце 80-х годов, в начале 90-х. И пошло русский собакой убить только потому, что он русский. Мы это знаем. Точно так же, как и с любого другого нацмена и в другой республике. В каждой республике находили... Нет, совершенно верно. Потому что вся империя не рассыпалась, потому что... По одному и тому же принципу выбивали... Выбивали... Убивали русских. Не обязательно русских. Не только, на самом деле он прав. Не обязательно русских. Выбивали всех, кто понимал, что должно быть единство. Вот их выбивали. Потому что были же нацмены, которые тоже прекрасно понимали, что должны быть единство. А что конкретно кто... Почему? Подожди, подожди, сходчика. Почему были воины? Назови нас, про которые ты говоришь. Я... Ну, назови, кроме русских. Я пофамильно, я тебе не назову ни одного. Потому что мне дороже наши герои. А по национальности можешь назвать? За них пусть их называют. Своих литеров нет. Ну, они их не называют. Или это пустые слова? Нет, это слова не пустые. Ну, тогда назови конкретно, что они пустые. Ну, давай, дай мне время, я залезу на тормоза. Давай так. Просто мне нет нужды их знать на память. Нет, смотри. Давайте еще. Посмотри. В чем были основные воины в начале 90-х? Из-за земли. Армяно-Азибаржанских, Нагорный. Это же, наверное, из-за ресурсов. О, Чеченска, Ингушский, Республика. Не-не-не, земля, земля. Потому что раньше была земля общая. Раньше была общая земля. Было унитарное государство. Понимаешь? Когда пошли на куски, оп, это мое, это мое. Ну, точно. Давай рубить. И убийство. Чем же дыры? Свои делали. Три фактора остаются в одном. Они умеют порабощать, убивать. И на этом зарабатывали деньги. Понимаешь? Но в этом они сильно разделяются, а потом и все остальное. А так, это все и работает. Раздели они. Даже они нас с тобой не разделить. Скажут, ты красный, а я белый. Дадут тебе на шемье. Мы будем рубиться, они будут на этом. Могут попытаться обосновать. Спросят, Барабаш, тебе нравится красное знамя? Я скажу, да, нравится. Красный цвет наш родной узкий. Они скажут, вот смотри, Ваня, он под красным знаменем. Он враг был. Ты белый, я красный. Так и сделают, да. А я дальше скажу. Вот так и разделяют. А я дальше скажу. Я скажу, я против красного знамени революции, но я за знамя красная победа. Тебе тут же найдут ролик, где Барабаш говорит, что нужно революцию, нужно прекращать очернять. Нужно обмелять это светлое слово, чтобы люди шли на баррикады и не боялись бороться за свою страну. Скажут, вот, Барабаш, революционер, все. Борис, я могу вам. А что я скажу? Кирилл, русский? Вы уходите настолько в стопу. Подожди, русский? Ну, естественно. Я скажу, я русский. Сам делить. А это русский, не это. Это не русский. Сейчас там мы это понимаем. Пошли, мы его накажем. Ну ладно, Вань, да. Вот когда мы все говорим, мы русские, да, и что вот национальную черту у русских отмечаем, да? Это вот человечность, высшая справедливость там, да, и так далее, и тому подобное. Это да. Вот. Значит, что получилось вот с падением монархии, да? Ведь к власти вот это в феврале пришли вот эти либералы, которых, то есть западная вот эта вот... Социалисты. Вот это народное неприятие либерализма, которое пришло в феврале, оседлали не православные монархисты, вот о которых говорил Троцкий, если бы там это белые, там, это самое, объявили монархию, да, то мы бы не продержались и месяца, или трех дней, там, и так далее, и тому подобное. А оседлали вот это вот действительно русское чувство, оседлали кровосные. Вот да, вот пусть там Ленин говорит, что там это можно, там, обещать все, что угодно, да, а делать свои дела. Но они вот эту русскую душу оседлали, вот эта приверженность высшей правде, справедливности, человечности. Вот они это оседлали. И поэтому действительно они взяли вверх, вот на этом вот самом, в то время, как в белом движении понятие монархии, вот, оно было, ну, юридически запрещено, по крайней мере, в армии Деникина, да, и, в общем-то, и Колчак-то особо не преследовал восстановление монархии, да. Вибирал это было. В итоге, да, в итоге это самое, почему белые действительно и не, ну, не победили в итоге, да. Это 22-й год, там, Детерекс, там, уже когда уже все было, Россия потеряна, вдруг опомнились, да, вот, Земский собор, там, монархия, ну, уже было поздно. А оседлали вот эту вот русскую идею высшей справедливости левой, и они до сих пор оседлывают ее. И вот сейчас на митинге они вот это хватают, вот, русские души, потому что кроме вот тех вот бывших пионеров и комсомольцев, да, другого русского народа нет. И вот вообще-то, честно говоря, вот, Божье благословение, в чем оно заключается? То, что Господь дает продолжение рода. И вот эта неправота вот этих вот, этих самых иммиграций, в итоге, вот эта поврежденность, вот, да, вот, они вот вынесли вот белую идею, и вот, слава Богу, вот, Виктор Михайлович Назаров, да, он своей вот этой миссией русской иммиграции очень четко, да, извини, да, очень четко, да, Виктор Михайлович, изложил вот эту вот белую идею, да, Ну, вот эта вот поврежденность привела к тому, что вот эта иммиграция вся ушла сегодня в небытие. Другого русского народа, кроме бывших пионеров и комсомольцев, нету. Мы можем обращаться только к бывшим комсомольцам и пионерам. Октября там, там, и так далее, и тому подобное. Вот, опять-таки, русская вот эта вот идея, вот, оседлана, опять-таки, леваками, вот этой высшей правды, высшей справедливости. Мы не можем это отрицать. Вот это вот говорят, что, а, это левизна, мы туда не пойдем, это леваки. Да это не леваки, это Христос сказал, это Христос к этому призывал. А ее узурпировали те силы, которые, вот это, ну, на Евангелию, ну, по барабану, это мягко сказано. Какой выход, как к ним обращаться? Вот, один момент, я вот хотел сказать, да, то есть, в общем-то, получается так, что в итоге, да, вот к этому народу, бывшим пионерам, комсомольцам, которые и есть только русские, да, не отрицать вот эти вот идеи высшей справедливости и социальной справедливости, и вот это вот то, с чем выходят леваки, да. Да, ущербность леваков в чем заключается? А вот посмотрите, вот сейчас вот эти вот масса протестных движений, хоть бы кто-нибудь говорил о русской идее, да, о русском вопросе, о политике геноцида русских по этническому признаку, никто не говорит. Вот это вот ущербность в этом леваков, да. В чем еще ущербность? Русская культура родилась в лоне православной церкви. Защита веры, вот даже вот сейчас вот там показывают этого Трампа, да, который запретил, запретил закрывать церкви, потому что он говорил, что вера, да, неважно какая там у них, там и синагоги, там и всякие мечети, да, он закрывает, потому что говорит, это единит нацию. Вот русскую нацию единят православные храмы. Об этом леваки говорят вот о защите вот этой сердцевины русской культуры, русского духа, русской нации. Об этом леваки не говорят. То есть наша позиция должна быть какая? Вот не отрицая вот всего того, что говорят леваки, да, вот этой высшей справедливости, человечности и тому подобное, с чем они выступают. Единственное, что говорят, да, они правы, но в чем их ущербность и в чем их ложь? В том, что при этом они в упор отрицают очевидные вещи, а именно геноцид русских по, дискриминация геноцид русских по этническому признаку, да, и второе, они попереду этих либералов выступают как гонители христианства. Мы видим это везде. То есть наша позиция не воевать с леваками вот так, что они в чем-то, ну вот это самое, а вот именно высвечивать их вот эту вот двойственность, двуличность. Я же не отрицаю всего хорошего, что было в советский период, но до этого было море всего интересного. Точно так же с правами иногда приходится разговаривать, что позвольте, почему вы только с династии Романовых начинаете читать, а Рюриковича вы не воспринимаете, а почему вы говорите, что там какая-нибудь Тартария или Гиперборея, это сказки. Давайте все тогда разбирать, давайте последовательно отмотаем назад, возьмем все лучшее и восстановим традицию в том объеме, в котором мы сами хотим, чтобы эта сказка стала былью. Вот давайте так. Да, с Татарами, когда говорят, мы все русские, да? Да, русские, да, сколько с Татарами? Один, да? Один, да, я Татар, если бы вы, а остальные девять, говорят, да, мы русские Татары. Ты понял, один против, а девять за. Это статистика. Я православный монархизм, да? Вы что? А решение какого, что делать? Я тоже православный монархизм. Вот есть православный монархизм, есть наша идея, есть то, к чему мы стремимся. Я, ну вы знаете, Черная Сотня, журнал «Набат» вы наверняка знаете. Мы ориентируемся на Черносотное движение дореволюционное. То есть, вот она программа, она задана. Ничего придумывать не надо, все придумано до нас. Надо только идти и делать это дело. Поэтому любой другой, кто не православный монархизм, он либо, а, союзник, либо попутчик, либо противник, либо враг. Вот все. И отношение к левым, правым. Сегодня мы к этим лучше, завтра к другим. Все. 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 Понимаете, что дело? Есть направление все остальные, либо союзники, либо попутчики. А вот по поводу четвертого числа... Севна вода, область. Вот и четвертого числа. Да, да, да. Я скажу больше. Кто-то, кто не участвует в коллективном планировании, это не более чем попутчик. Четвертое число. Не может быть соратника, который не участвует в коллективном планировании, который поговорил-поговорил, и потом ждет, пока там кто-то примет решение. Это уже не соратник. А вот коллективное планирование, это тогда, когда люди действительно плечом к плечу вместе делают и вместе отвечают. Это будет взять все ответственность. Ну, правильно, да, да. И поэтому, понимаете, касательно четвертого числа. Это наш православный маркетический праздник. И поэтому другие люди, ну там, ну просто не желательно. Ну не пойдешь ты 7 ноября там к ним, ну не пойдешь, тебе делать там нечего. Точно так же им делать нечего у нас. Это наш праздник. Ну, отмечаем мы в своем круг день рождения, но мы не зовем всех подряд с улицы, правильно? Вот поэтому, вот в этот день антикоммунист допустим, чтобы отсечь тех, которые... А другой вопрос. Я вот тогда вот сказал, я хотел бы тоже сказать, что 4-го числа обождают. Которого цель предписит вашу победу. Если мы устраиваем свой праздник, вы правы, это одно. Если это все-таки некая политическая акция, не для себя, не для того, чтобы нам отпраздновать. А вот я боюсь, что это праздник для нас. Почему? Я объясню почему. Потому что все любые другие праздники, за Новороссию, против коронавируса, против чего-то еще, или за что-либо, вот. Можно вот же там много, долго считать. Это как бы общеполитически определенные... Но это нас, это вот наш праздник, мы его никому не должны давать. Раз в году всего-то дать. Можем мы, имеем мы, хоть раз в году найдем свой праздник. Все-таки есть вот разница между, скажем так, русским национальным взглядом на русскую же историю и советским взглядом. То есть это разные взгляды. Мы не будем же это отрицать. Если они идут со злом. И вопрос заключается в том, что действительно, как бы русский народ даже в советском сознании не, как бы, ну в этом смысле Сергей прав, значит, не клюнет на либеральные, да, насчет проекты. Почему? Потому что все-таки вот эта наработанная тысячелетельным православием соборность, да, она искажается, вот, опять же, при коммунизме в таком вот, в коллективистские формы, да, когда только, как бы, уходит главное, стержень уходит, да. Да, если в соборности это было единение личностей, да, то есть именно добровольное единение личностей, да, это вот очень большая разница. А при коммунизме они уже пытались уже насильственно сгонять, да, в эти коллективы. Отсюда и коллективизация вот та самая, да. Вот, и мало того, вот, опять же, мы говорим, там, о Ленинской гвардии, да, на Ленинской гвардии нам, честно говоря, наплевать. Важно, как генсеки относились именно к народу. Вот у меня, как раз, предков, значит, большую семью, там, 10 человек сослали, значит, в 29-м году, да, это вот конкретная история. Там, там, от всех старших на строительстве Хибинской ГЭС, кстати, из Минской губернии, вот, депортировали. Вот, а от младших, там, в Кировск, там, с прадедом. И, это надо понимать, что вот это и было, по сути дела, самое страшное, что они сделали. Они, значит, от русских крестьян превратили в сельскохозяйственных пролетариев. Почему у нас сейчас нет крестьянства? Его же нет. Его нет в других странах. Почему у нас нет рабочих квалифицировантов? Потому что они превратили в промышленные пролетариев. Заводились фермы.